Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» не сумела досрочно завершить четвертьфинальную серию Кубка Харламова. Первый матч в Омске магнитогорцы выиграли, но во втором уступили. Счет в противостоянии с ястребами сравнялся. Судьбу путевки в следующий раунд решит пятая встреча соперников. Первый матч в Омске получился очень драматичным. Хозяева открыли счет на экваторе стартового периода и долгое время удерживали минимальное преимущество. Но на 26-й минуте «Лисы» в большинстве провели вдохновенную атаку, в которой поучаствовали сразу четверо нападающих, но Иннокентий Рыбин и Никита Гребенкин в протокол не попали. Зато Егор Пензин записал себе в актив ассистентский бал, а Максим Кузнецов подтвердил статус лучшего снайпера команды. Вскоре состоялась похожая атака, и Семен Федякин с Артемом Кузякиным помогли Никите Зимину забросить дебютную шайбу в плей-офф МХЛ. На старте заключительного отрезка великолепный сольный гол организовал лучший бомбардир магнитогорцев Никита Гребенкин. Он лихо продавил оборону и в ближнем бою переиграл вратаря. Но дальше у гостей начались проблемы. Андрей Гусев удалился до конца игры, а Егор Пензин тут же получил два предупреждения на точке вбрасывания. 120 секунд «Лисы» оборонялись втроем, еще 180 в четвером и сумели выстоять, но в равных составах пропустили. Затем вратарь Илья Набоков получил штраф за выброс шайбы, магнитогорцы снова выстояли в меньшинстве, но в расстановке 5 на 5 позволили хозяевам сравнять счет. Дело шло к овертайму, когда Егор Пензин, Эдгар Ворогян и Максим Кузнецов организовали очередную убойную атаку, и Кузнецов забил седьмой гол за семь матчей. Играть оставалось всего 45 секунд, и спастись хозяева не смогли. Три-четыре. Спустя сутки «Ястребы» вышли как на последний бой. Несмотря на солидное преимущество магнитогорцев в стартовом отрезке, отличиться смогли Амичи, и еще до первого перерыва они совершили 19 силовых приемов. Во втором периоде гостям откровенно не везло, а у соперника, напротив, получались идеальные по точности броски. На заключительный отрезок команды вышли при счете 3-0. Михаил Грасс вернул интригу, забросив дебютную шайбу в плей-офф МХЛ, а великолепную передачу ему сделал Никита Гребенкин. Ну а мячи ответили еще двумя голами, установив окончательный результат 5-1. Концовку встречи омрачили драки. Хозяева били в спину, агрессию проявлял даже их вратарь Мишуров. А защитник Казачок после поединка с Эдгером Варагяном показал магнитогорцу оскорбительную пантомиму, за которую позже был дисквалифицирован на один матч. Этот матч, который и решит судьбу путевки в полуфинал, пройдет в Магнитогорске 29 марта. Прямую трансляцию смотрите в нашем эфире во вторник в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.